Ребята, меня зовут Иван Савченко, можно просто Ваня. Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной вещи, как профилирование Python Web приложений. То, что знаю я, я поделюсь своими мнениями, своими идеями, кое-что вам расшариваю, такие интересные best practices, пару модулей покажу. Я вообще просто с вами так поговорим в спокойном, уютном стиле, все будет круто и поехали. Слайд, потому что, как мне это, что-то показывать себе, говорить, кому это надо, когда мы говорим реально к интересной теме. Но решил ставить немножко сказать о себе, что я люблю Python, я 8 лет учился на программиста, но все это время я в основном только сортировал массивы на разных языках. Да, вот так вот сейчас. После этого имел некий такой experience, программирование на же коде для чипа у станков, да, работал на заводе. Софт-сервия относительно недавно, только 4 месяца, но, как видите, уже вот имею некий опыт и возможность найти доклад для вас. Я абсолютно не знаю, как левелапить гитхаб и это моя проблема, поэтому, если у вас будут какие-то решения, либо помощь, пожалуйста, пишите мне мои social аккаунты, я обязательно выслушу. Ну, я безумно люблю мемы. Да, хочу еще сказать так, что, guys, это такой первый доклад, немножко нервничаю, поэтому перед такими крутыми чуваками, но я думаю, что все будет окей, так что не следите страховать. Итак, поехали. Наша agenda, да, мы сначала с вами немножко вообще разберем, что такое профайл, зачем оно нужно, кому оно нужно. Я, возможно, попытаюсь предсказать вашу фея относительно, зачем это вообще тема надо, зачем я говорю, но тут же я уверен, что я ее спорю. Дальше мы буквально чуть-чуть познакомимся с профайлами, подержим его за ручку, ну, буквально так чуть-чуть, маленький small talks. Покажу и попытаюсь доказать, в чем его преимущество, зачем эта тема актуальна. Дальше мы поговорим о хороших и плохих сторонах, но это, по сути, я подсуммирую предыдущий пункт, где укажу реальные недостатки и достоинства самого профилирования. Поверьте, будет интересно. Мы дальше немножко познакомимся с вами профайлами, я покажу, как это делается буквально на самом низком уровне, основные какие-то моменты. Покажу пару таких хаков с моей стороны, как я думаю. Ну, это будет достаточно, чтобы хотя бы понимать, как оно работает, что оно делает, как оно вводит и как это вообще все выглядит. Дальше мы посмотрим, познакомимся с аналогами, как видите, brothers and sisters, которыми вы, скорее всего, будете, если захотите пользоваться. Я покажу самые популярные, самые интересные вещи, покажу, как ими пользуются, как это все выглядит и вы дальше же на ваше усмотрение страх и риск будете применять по своему усмотрению и желанию. В конце я вам покажу именно те самые best practices, либо как это все можно хорошо, безнаказанно и спокойно использовать именно в самом web. И, конечно же, в конце это линки, это questions and answers и, конечно же, большое мое спасибо вам. Ну что, ребята, поехали? Так, итак, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы будем говорить о C-профайле, о ходшоте, о Pistacer. По сути, это все реально стандартные модуля, которые находятся в самом Python. И тут такие разработчики, о, подожди, то есть это доклад о том, что ты будешь сейчас говорить о сторонних модулях, которые есть документация, которые можно посмотреть, которых есть наверняка куча там уже реальных примеров в интернете. Ты будешь что обсуждать? Да. Я буду это сейчас обсуждать и буду об этом говорить. И основываясь мои решения, основываясь мои, мои решения основываются на том, что, понимаете, вот практика показывает, что действительно 80%, давайте не 80%, хорошо, давайте 60% людей, которые пишут на Python, абсолютно не знакомы с этим модулям, не умеют с ним работать, не понимают зачем. Потому что, действительно, в эру, когда все практически используют EDA, да, вот скажите, когда вы, я уверен, что 60% из вас используют EDA, вы пользуете тем самым PyCharm, там есть шикарнейший дебаггер, да, я сам с удовольствием пользуюсь, просто фанател от него. Но когда жизнь моя повернула таким, скажем так, поворотом, что мне пришлось отказаться от EDA писать в обычном блокноте, грубо говоря, да, но пишу я на Виме, мне пришлось очень хорошо познакомиться и с PDB, скажите, кто из вас в последний раз дебажил с помощью PDB, мне пришлось познакомиться с E-профайлом, отказаться от многих вещей, которые раньше мне были просто приятные и уютные, и пришлось такой идти в хардкор. Ваня, тут сидит циска, да, ну тогда, я думаю, это ваше выражение сейчас, ну окей, чувак, да, 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 и очень правильный мальчик, да, да, но в любом случае, я все же надеюсь, что, да, я уверен, что есть люди, которым это будет интересно и полезно, поэтому мы погнали. Итак, что же все же это все нам дает этот профайл, да, профилирование? Мы сразу, я хочу сказать, что никаких грубых замеров, абсолютно никаких, да, я буду много раз сегодня сравнивать профилирование с каким-то там обычным вот замером с помощью модуля Time, да, который все привыкли, которые решения почти сразу же гуглиться на Stack Overflow и все, но нет, еще раз нет, и я-то объясню почему. Абсолютно, абсолютно легкая visible, да, прозрачная статистика. Мне это безумно нравится, потому что действительно четко видно, понятно, что, где, как, сколько, раз и почему, да, зачем, и я вам дальше покажу, и вы поймете, о чем я говорю. Fine After You действительно очень проста в использовании, возможно, сразу покажется, что нет, потому что, зачем, действительно, так это все делать, но если там взять пару хороших моментов, то, действительно, кажется, что очень все просто и удобно в использовании. Хорошая точность, это, действительно, так, это подкрепляется CPU секундом и тем, что, по сути, действительно, разница в замерах с помощью профилирования, ну, маленькая. Скажу, что, в практике, это буквально сотни, тысячи CPU, ну, я имею в виду про доли говорю, да, CPU секундом, которые, по сути, нам не решают. Нам надо четко видеть, где bottleneck, профилирование нам это дает. Вот, примерно, как выглядит статистика, да, это должно подкреплять мои слова о том, что абсолютно, абсолютно прозрачная статистика, понятно, что, где и как выполняется. И смотрите на данные, видно, что здесь все по нуля, все очень быстро и моментально выполняется, но порой это бывает все не так, и мы с ним боимся. Итак, это так, да? А ты продолжаешь сортингами, да, працювание? Что? Ну, ты типа, у тебя 8 лет сортивания списка, и тут как бы ничего не поменялось, просто списки. А, я понял, да. Ну, да, ну, значит, образование у нас правильно, верно. Ладно, поехали дальше. Итак, что же, давайте это все подсумируем, что же я хотел вообще сказать предыдущим своим слайдам о хорошем, о плохом. Так, во-первых, все это еще раз хорошо тем, что вы находите проблему очень рано, да, вы, порой некоторые проблемы, эти самые bottleneck'и можно обнаружить только, там, мы обнаружим в продакшене, да, либо, там, на стейдже, но это уже реально такие проблемы, которые связаны, там, с загрузками, загрузками, там, по каким-то пожеланиям, там, ускорить, либо, которые мы не могли предвидеть. В чем хорош профилирование? Я, ну, конечно, это немножко нельзя их объединять, сейчас мои слова, но профилирование, хочу сказать, и таким пунктом, позволяет вам найти проблему заранее, да. Если вы прекрасно понимаете, что у вас есть проблемы, вам надо ускорить. Профилирование на вашем этапе девелопмента позволяет уже найти эту ошибку, увидеть, точнее, не ошибку, да, bottleneck, и попытаться его как-то зарезолвить более подходящими, не знаю, средствами, да, возможностями. 24 на 7 статистик, это, в принципе, можно тоже это притянуть к find it early, то, что вы можете всегда ваш код, который в девелопенте, протестировать, не надо просить ваш QA-отдел, что, ребята, прогоните, там, тесты, дайте мне результаты, да, вы всегда можете это у себя на вашем лэптопе прогнать, и у вас все будут результаты. Постоянный whitebox, это о том, что я вот как раз говорил, что очень многие видят решение через модуль time, но модуль time бывает очень неточен, очень много чего зависит, и он вам не даст такую реально гитаризированную статистику и данные, метрики, которые, ну, трудно как. Очень просто мейн-пенит так, потому что я сейчас не могу показать, реально, в примере, но вы можете граффилировать не весь модуль, вы можете прописать ломодельные участки функции, вы можете, вы видите, сколько выполняет сама функция, ее саб-функции и и такая инжа. Ну и просто анализы, я тут думаю, даже надо слов, вы видите все прекрасно сами на слайде. Но не все так хорошо, верно, да? Что я хочу сказать, во-первых, это самый важный пункт, наверное, да, что, которые должны, наверное, мы все об этом знаем, абсолютно все, что ранняя оптимизация это плохо, это плохо, Карл, потому что зачем, не стоит оптимизировать, если вас об этом не просят, да, если вы начнете оптимизировать все подряд, то время вашего, наверное, оно займет 50% это вообще ваше development, это и надо. То есть я настоятельно рекомендую применять профилирование, когда вы действительно чувствуете, когда это реально надо, а не каждую функцию Hello World. Проблема с лайт-серверами. Это так практика показывает, что для того, чтобы получать реальные там данные для профилирования, да, надо отказаться от того, чтобы профилировать, например, с помощью того самого устроенного сервера на Django, либо сервера WorkZo, Ласка, да, вы должны поднимать с помощью UGI, брать реальный стек, то есть самый Nginx, например, UGI, Python, да, какой-то фреймворк и на нем проверять. Тогда ваши данные будут более приближенные к тем, которые могут быть на сервере и, собственно, более точными. Да, немножко проблемы именно с этим SUI-отпутом, но, возможно, это именно я вижу, потому что на данный момент этот скрин, который справа находится, он уже выведен с помощью third-party package одного, который я покажу, но порой, например, чтобы именно в таком виде сохранять все в TXT, я, например, столкнулся с трудностями и делаю кое-какие хуки, я их вам покажу. Да, скажу и покажу. Ну и, конечно же, такая не очень плохая штука, что именно C-profile, он, собственно, может нормально мониторить, работает только в одном потоке. Если вас, неважно, как вы его будете за инициализацию сделаете, до того, как начнете распараллеливать, начнете создавать потоки во время, я не могу вам гарантировать именно то, что ваши данные замеры будут корректными. Абсолютно нет. Ну, это, я вот говорил, говорил, я высказывался про CPO Time, да, и зачем оно, что такое, но что-то, что вообще замечательно. Что это все такое? Так, секундочку. Да, умный такая Википедия, нам сразу говорит, что ла-бла-бла-бла-бла-бла, который ваш CPO потратил на выполнение этой задачи, что это так-то и так-то, но что это нам дает, а что она там говорит? Она говорит о том, что, вне зависимости от того, насколько будет загружен ваш компьютер, что на нем там делает Николай с другого отдела, да, на вашей дель-иенке, как он грузит ваши ядра, у вас всегда будет статистика, она и та же, и точная. Вне зависимости от нагрузки компьютера, ваши данные, метрики именно CPO, 10 seconds будут одинаковые. Если вы будете брать какой-то тайм-модуль, да, он вам даст фактическое время выполнения, но если ваше ядро будет загружена и будет реальная конкурентность за ресурсы, данные будут, извините меня, ну действительно, они будут очень такая огромная, да. Вот о чем я говорю, что вот даже при такой простой функции, сколько бы его не профилирование, при какой нагрузке, данные, которые выдают профайлер, одни и те самые. И поэтому это очень-очень круто, это реально те данные, на которых можно положиться, которые можно показать своему технику. Эй, чувак, смотри, я решил проблему, и я готов это доказывать. Поэтому, опять же, CPO Time будет всегда одинаковой, то время как время в тайм-модуле нет. Поехали дальше. Да, теперь мы будем знакомиться, как это все работает более детально, посмотрим разные варианты использования. И я попытался обходить их все, но далеко не все. Я ненавидим пример доклада, который просто перечисляют документацию, я считаю, это не надо. Если захотите полезть более глубже в тему, вы всегда можете зайти в сами доки, посмотреть, как это сработает, покажу основные моменты, как оно все работает. Да. Первый момент мы просто профилируем с помощью модуля какой-то пай-модуль. Последствия будут формироваться сразу же статистик, который находится здесь, и выводится сразу же в консоль в таком же виде, через оператор printstats. Здесь мы используем наш модуль профилированный, но вместо того, чтобы выводить данные в консоль, мы их сохраняем в неком файле результ с расширением stats. Об этом расширении я поговорю немножко дальше, и почему именно stats здесь пишу. Третий момент мы можем с помощью пайпов записать вариант, который, результат, который мы видим ниже, сразу же просто файл результ с расширением проф. Опять же, я дальше объясню, почему я так делаю. Дальше это использование непосредственно в самом пайпене. Как это у нас должно работать и как должно выглядеть. Мы сначала инициализируем профайл, cprofile. Думаю, кстати, не следует объяснять либо останавливаться, что в пайпене есть модуль профайл, есть cprofile. Думаю, разница поняла, что cprofile написано c, и затем быстрее. Дальше мы его активируем. Это значит, что весь следующий код, который будет выполнен интерпретатором, будет профилирован. Профайл потом выключаем. Например, просто выводим данные наши в консоль, наш интерпретатор. Последующая же функция, например, профайл нам data сохраняет профилированный результат, но уже в формате, увы, stats. Ну и еще надо заострить свое внимание на хот-шоте. Я не знаю, почему-то он как-то так ушел на задний план, последний cprofile. Ну, я, сейчас сказать, с ним не особо пользуюсь, но, думаю, рассказать о нем пару слов тоже надо. Но, как видите, по сути, он реально аналог достоинства и, не знаю, хорошее, плохое, по симпрофайлерам я не могу сказать. Увы, это я не подготовил. Ну, окей. Да, форматы, о которых я вам говорил. Помните, я говорил, что проф и stats. Так вот, да, увы, профайлер, если вы будете дампить даты, сохраняет это все в файле, скажем так, ну, я называю это расширение stats, но сохраняет он все в таком виде. Да, это все потом может быть спокойно будет подружено с помощью модуля IP stats в Python и все также может быть выведено в консоль, вы можете это проанализировать, но, в общем, опять же, а как-то от интерпретатора тяжело уйти. Profile же, extension, как я называл, это вот такой вот вид, который уже распарсен, который уже есть, который, ну, в хорошем UI-ном виде, да, который можно реально брать, анализировать и работать. Вот. Поэтому давайте договоримся, что если сохранить stats-формат, это вот такой вот формат, это содержимое файла, в котором, собственно, находится, это файл для анализа потом с помощью модуля P stats, а когда профайл, это уже реальный рубаря txt, с которым можно брать, открывать, анализировать. Да, и это вот, как же, мой такой вот хак, как сделать, ну, нормально брать и сохранять, например, статистику с помощью модуля C profile не в формате stats, а брать именно уже в таком текстовом формате, который мы увидим, увидим с помощью функции предстат. Я хочу напомнить, что вот это ее вид, примерно, который мы видим в интерпретаре. Я не уверен, что эта диссонация хорошо, но я этим пользуюсь, признаюсь, и нареканий у меня нет. Чем я воспользуюсь? Воспользуюсь тем, что у модуля P stats, когда ты сформируешь, делаешь инициализацию статов, да, можно указать стрим, куда, собственно, будут выводиться данные. И я использовал буфер, с помощью принстант его заполняю, и потом файл, который я хочу, чтобы он был у меня же статистика, я его с помощью заполняю, записываю уже собранной статистикой профилированными метриками. Звучит как хук, оно и выглядит как хук, я не знаю, может даже велосипед, но оно работает. Да, я решил этим методом поделиться. А у меня есть вопрос, а че не можно в якости стрима вказать open файл? Сразу? Да. Ну, в стримах и в файла, ну, они використовывают одну опишку, у них у всех есть write, ну, типа, это стандартные методы стрима. Попробуй в pstats.stats вказать в якости стрима, ну, типа, with open, as.txtfile, стрим, during.startfile. Я буду сюда бы выйдет. Ну, типа, реально, ну, типа, в данном выпадке дисмон выявляет, ну, типа, looks like a hack. Ну, попробуй. Да, интересно, я попробую передать файл object и просто сюда и попытаться сделать printstats. Окей. Ну, это как вариант. Спасибо, Саша, я попробую, даже сейчас запишу себе. Окей. Ну, мы не будем на этом устанавливаться. Поехали дальше. Опять же, я что-то напоминаю, что файл остатся в формате, который мы хотим от него избавиться, но об этом я же сказал. Давайте знакомиться с метриками, которые дают нам профилирование. Ура! Да. Итак, поехали. Number of calls. Да, думаю, это понятно. Сколько эту нашу функцию мы вызывали во время профилирования, то есть прохода нашего модуля. Тут понятно. Total time – это сколько функция в сумме выполнялась, но не учитывая, получается, вызов саб-функции, то есть функции, которые были вызованы внутри функции. Это полезно порой, когда вот… Ну, это полезно будет потом с помощью тайма следить, где именно bottleneck, а тот тайм уже непосредственно покажет, где у нас проблема. Ну, по сути, думаю, даже обязательно надо, что это, опять же, это общее время, потраченное функции на выполнение… Ну, то есть, это с этих call, но без вызова саб-функции. Первый call, первый, который я назвал один, это просто, получается, сколько мы… Сколько бы потратилось время за один раз на выполнение этой функции без вызова саб-функции. Вот. Cumulative time – да, это уже полный, получается, противоречность total time. Ну, если мы говорили, что total time – это время выполнения саб-функции выполнения, то cumtime уже, собственно, включает это время. То есть, грубо говоря, если у нас будет localpy, например, да, он будет сам выполняться 5 секунд, куда здесь будет 10, я буду прекрасно понимать, что он вызывает некоторые функции, которые выполняются на 5 секунд больше. То есть, он уже вызывает тот самый bottleneck, грубо говоря. Перекол второй, это показывает, по сути, то же самое, что Ed, но он уже делит непосредственно cumtime на количество к нему обращений. Фух. Ну, и file name, line, number, function – это, собственно, детализированный разбор функций. Где-то была вызвана функция оператор. Ну, думаю, это тоже прекрасно все понятно. Вау. Так, давайте знакомиться теперь с аналогами, с друзьями профайлера, которые могут нам помогать профилировать наше приложение. Мне безумно нравится line-профайлер. Безумно нравится. Как он работает, это просто, если вы не хотите полностью модульовать вашу модуль, вам нужна такая функция, вы просто ставите декоратор перед нужной вам функцией, которую хотите пропрофилировать. Вы раните такой вот скриптик, да. Ну, естественно, конечно, я не написал, что надо pip install line-профайлер. Вы раните такой скриптик, после чего вы просто его запускать с помощью line-профайлера, да, для вывода статистики и вуаля, в интерпретаторе видите такой результат. Думаю, отличие вы видите уже сразу, да. Он очень удобен, если вы хотите не по самому функцию посмотреть, сколько каждый оператор выполняется, ага, а здесь вот цикл зашло 31 раз, по секунде 31 раз, блин, это много, да. В общем, это очень советую, когда вам надо непосредственно одну функцию взять, профилировать, четко понять, где и как. И, кстати, знаете, порой даже полезно для самих себя подобными вещами заниматься, чтобы видеть, какие операторы хороши, от которых надо отказываться, да, и видеть ту самую, например, разницу между рейнджем и x-рэнджем. Япи. Помните, я вам говорил то, что очень плохо использовать c-профайл, когда у вас много трэдов. Так вот, япи вам позволяет этой проблеме избавиться. При инициализации япи, у него тут есть вообще-то два параметра, но второй стоит по дефолту true. Это типа threads enable, который говорит, что он будет отслеживать все трэды, собирать статистику со всех трэдов и в конце будет вам давать статистику более такую четкую, собранную со всех, получается, потоков. Что и есть круто для нас. Вот. Built-ins true, это либо false, это оператор, который говорит япинс. Статистику по уже вшитых операторах в интерпретатор, или не надо, да, ну то есть это лэн, это те самые x-рэндж, и думаю, понимать, get attribute, вот, million lines of code to different threads, и в конце мы собираем, мы остановим япи, говоря ему, что все, молодец, давай ты собрал нам статистику, давай его сохранять. Мы создаем объект stats и сохраняем его в файле и type. Следует отметить, что type может быть разный, call grind я об этом скажу потом, pstats, мы с вами о том говорили, помните, что мы решили брать либо stat extension, либо prof, то есть здесь мы сохраним его именно в stat extension, который можно потом с помощью внутреннего модуля pstats. Спокойно загрузить и еще раз посмотреть. Вау, да, поехали дальше. Дальше. Прошу, истат, истат, это же якийсь якийсь формат. Да, это якийсь формат, ой, ну я, я к нему, я его не трогал никогда даже, Саша. Мне хватало pstats, либо call grind, которые я покажу дальше. Немножко тяжело мне было, я хотел сразу, например, о таких вещах говорить, которые с помощью профилирования, дальше мне, например, пойдет, с помощью чего мы визуализируем эти статистики. К чему я ввел, в том, что, подсуммирую, и stat, я тебе не могу сказать, что честно, я им не пользуюсь, я использую call grind и pstats. Алло? Окей, окей. Да, дальше пошла тема о том, что мы поговорим о том, как очень просто можно эту статистику реализировать. Да, хоть я говорю, что есть проблемы, но уже существует много решений, которые вам помогают эти проблемы обойти. Самый простой, это c-профайл. Да, это обычно такой certparty package, который вшит просто сервер на ботле, с помощью боттл, да. Вы можете просто взять и двумя этими командами, либо поднять сразу же на модуль, сервер, который будет профилировать либо модуль, либо уже с какого-то файла в stats формате, да, которым вы собрали с помощью вашего профайлера ранее. То есть, вы можете собрать, там, ага, там есть файл, давайте посмотрим, как он выглядит. И сразу же вы просто заходите на сервер, который он поднимает, он пишет, вы можете, конечно, указать хост, порт, и вы моментально видите статистику уже юан на вашем браузере. Есть сортировка, point calls, photo time, per call, comp time, то есть все, что вам нужно здесь, в принципе, легко реализовано. Честно, юзаю часто, не советую и вообще делюсь этой штуки. Snake with, да. Да, хотел бы спросить, это оно, типа, в рантайме будет жить, и сервер будет работать, и каждый раз, когда я там что-то буду делать, или оно один раз прогнало, и просто обизуализирует, ну, гиповы. Нет, я так понимаю, при каждом рефреше страницы, неважно, там, что будет, модуль, ну, если ты имеешь в виду, она будет, как, асинхронная, нет. То есть надо будет рефрешить, если сделать какие-то изменения, придется страницу рефрешнуть, и данные обновятся. Хорошо. Вот такая крутая штука, Snake with, это бомба, ребята, это уже более такой проброженный вариант, который тоже визуализатор, работает по тем самым принципам, да, то есть вы можете просто взять либо модуль, либо файл загрузить, и такую вот страничку, где у вас будет такая идеальная штука, показывающая сразу же, да, отсортированная, какие вещи больше всего выполняются. Вы можете их отфильтровать, и ниже странички у меня не влезло, я покажу. Вот так вот выглядят сами метрики, то есть круто, четенько, красиво, да, можно так же само все сортировать наглядно. Ну и еще доступно такой вот, я не знаю, зачем я ставил, Sunburst, который так же само от центра вне, от центра вне показывает, какие именно функции дольше всего выполнялось. Наглядная такая фича, мы же любим программисты, красивые, такие кругленькие. Вот и самое кэшгринт, о котором я должен был сказать ранее. Помните, когда я говорил, что YAPI может сохранять профилированные данные в виде либо stats формата, либо кэшгринт, либо e-stat, который мы не знаем еще. Так вот, когда вы сохраняете в формате вот такой кэшгринт, вы можете это все запустить с помощью такой YAPI утилиты, как кэшгринт, которая по сути является все тем же аналайзером, хочется сказать, все те же окна, все то же время, порядок. Это примерно наглядность, тоже визуальная, как у нас была, например, у SnakeVisa, помню, вот этот круг, Sunburst, либо, можно сказать, пирамида, пускай вот пирамида. По сути, то же самое, самые большие блоки, это функции, которые выполняются. Но, честно, я не могу сказать, почему это так вот на балу популярности, ну, потому что формат простой, для того, чтобы это все показать, тоже не надо много вещей. И, я помню, он получил популярность, когда очень много анализировали сик-кодов с помощью этой YAPI утилиты. Ну, и потом решили использовать их в Пайтоне. Для того, чтобы... Алло? А, есть английская версия, я прикую. Так. А, это польская, ческая? Потому что мы тут спорим. Польская или ческая? Да. Don't know. Я тебе скажу честно, у меня были проблемы запускать на Маке, да, когда я делал презентацию. Я думал, блин, ну ладно, ставлю скрин, может, не заметят. Вот уже прикольно пишет, Home, Пётр, но. Уставиение, да. Да, ну, давай, идти дальше, да. Чтобы это все зланчить, достаточно установить этот кикэш грин через PIP, да, и он установит дополнительный PipeProf2ColdTree, который с помощью этой команды, если все хорошо заинстально, просто возьмет и спокойно сам запустит там сразу же утилиту с этой же файлом, уже совсем статистикой, и просто бей и радуйся ей работать. Вау, да, конечно же, следует сказать, что, конечно же, мы же Пайтон, сообщество, народ ленивый, да, скажите, когда вы пытаетесь, наверняка, когда вы ищете какое-то решение, вы сначала загуляете, а может, что-то это решение уже придумал за вас. Если этого решения нет, вы попробуете написать это, найти это как-то уже в стандартных модулях, да, а потом же начнете придумать велосипеды. Поэтому вполне логично, что люди уже придумали очень много, скажем так, инструментов для профилиния, для разных фреймворков, которые просто бери, вязай и пользуйся. Но, но, если такого нет, мы всегда можем написать свой собственный, да, ребята, мы же любим писать код. Да, и это то, что я говорил по поводу real-time сервера, я хочу повториться, перед тем, как мы пойдем уже на писание все ручками, то, что, ребята, всегда старайтесь профилировать. Не через Python Run Server, не через Plask Run Server, да, неважно какой скрипт, никакого Run Server, берите и делайте вот так. Я понимаю, что тяжело и порой не хочется, но если вы хотите действительно хорошую, правильную статистику с профилированием, метрики, придется, придется. Итак, поехали писать все ручками, да, что нам надо, если вот нам надо профилировать в нашу какую-то девушку, в нашем веб-приложении, но нам ничего не хочется устанавливать, либо этого всего нет. Да, мы совсем легко написать, просто взять декоратор, который, по сути, я думаю, если бы вам сказали, напишите что-то свое, придумайте, и вы бы тоже моментально подумали декоратор. Потому что это просто, это логично, мы Python, мы любим декораторы, поэтому давайте разберемся. Шапка осталась та же, как мы смотрели, простой пример. Инициализация, активируем. Дальше мы вызываем нашу, собственно, функцию, которая нам будет передана в декоратор, и сохраняем данные. Да, мы, чтобы их потом, собственно, дурные вернуть, мы останавливаем наше профилирование, говорят, что все, сбор метрик закончился. Дальше проверяем, если у нас какая-то, ну, представим, что да, мы у людей хорошие, мы любим писать правильные архитектурные приложения, мы хотим, чтобы у нас там конфиги были, там, профайл стирс, да, профайл стефолт. Я решил это показать, что все это здесь можно сделать. И, по сути, я тоже так делаю. Это пример взят из, так, с моего проекта, в котором это все там реализовано. В конце я дам ссылочки, захотите, посмотрите. Дальше мы создаем, инициализируем, собираем имя для нашего файла. По сути, он будет видеть, как в виде названия модуля функции, названия самой и даты, которые мы от профилировали. Я не стал добавлять сюда еще и время, потому что, я думаю, зачем эти данные. Название, huge, huge просто название для файлов бессмысленные. И так прекрасно все будет понятно, и если мы за какой-то там профайлер затерли, то не беда. Ну, и в конце мы именно делаем тот самый dump stats с файлопассом, где сохраняем собранный наш профайлером статистику в виде файла, кстати, тут неверно, с расширением stats. Увы, мы сохраним с расширением stats. Дальше возвращаем, собственно, данные, которые наша функция вернула, и возвращаем сам. Используется это очень просто. Думаю, есть какая-то функция, я просто взял эту функцию своего кода, я просто налепил сверху на нее профайл здесь фунш, и буду знать, что вот при каждом обращении к этой функции будет собираться статистика от профайл. Стоит ли тут акценттировать внимание еще раз? Я не хочу, чтобы именно вникали в виде код, код, код как код. Да, кстати, вот я написал, что в конце будет вот такой вот файл, но, sorry, должен быть stats, а не проф, еще раз говорю. Да, кстати, может быть вопрос, вот у нас сохранилось stats, неужели его теперь надо брать, вот, запускать интерпретатор, импортить при stats, лоудить, делать пристал. Честно, я как-то себе взял за привычку, если мне надо какой-то файл посмотреть, я запускаю той самой cprofile.v, который самый простой, который поднимает на localhost на 4000 порте эти статистику, я захожу, клад свою, смотрю, разбираюсь, анализирую, и вуаля, все, простенько замечательно. Вот так вот. Ну, давайте быть еще умнее, да... Ну, блин... Быть еще умнее и поговорим, давайте создавать именно профилирование всего нашего, именно всему нашей аппликации, смотреть, где она может вообще-то тормозить, собирать метрики, скажем, ну, не знаю, за 4 часа работы, да, почему бы и нет. Достаточно просто создать нашу middleware, которая выглядит подобным образом, прицепить ее на весь GI аппликацию, а в наше время это почти из самых таких популярных, да, скажем так, протоколов. Поэтому давайте разбираться. Инициализация, понятно, да, аппликацию мы саму application передаем, сохраняем ее, мы активируем профайл при инициализации, собственно, нашего middleware, и я решил, что было бы классно сразу сохранить файл пасс, который был генерируем, чтобы постоянно эту функцию не гонять, и просто потом использовать его. call стандартный по нашему протоколу, да, мы берем 2 переменных environment окружения и start response. Мы, получается, даем наше приложение говорит, давай работай. После того, как какой-то запрос обработан, мы, я считаю, сразу же сохранять профилированные данные файл. И у нас уже наглядно после каждого запроса файл будет обновляться, и, грубо говоря, статистика будет онлайн. Вы можете сюда посмотреть, зайти, и увидеть, как все работает. Это, я признаюсь, я подсмотрел, но мог и сам додуматься, что, когда наши аппликации умирают, сделать такой контрольный сейф. Процедура создания файла, точнее, нейма точно такая же, как и была прежде, ее обстрирует внимание. Здесь, там, одна, один line of code, а я смогу его сейчас, пожалуйста. Ваня, просто на цьому слайді тебе одна в докстрингах стайпа є, в функторі. Метод колл. Росит. Росит миддлвей. А, да, рус. Черт. Ну, ладно. Ну, ладно. Видишь, блин, заметил, Саша, я не знаю. Ну, окей. Давайте идти дальше. Тут есть вопросы? Ну, думаю, тут все круто, понятно. Только тут должен был быть такой слайдик один. Классно. Здесь вообще замечательно. А вот этот слайд, я его нашел. Круто. Не очень. Нет, это не то. Ну, окей, guys. Да, давайте на следующем примере я все покажу, как это все вокруг аппликации получается закручивается. Ну, думаю, там еще сложного нет. На следующем примере мы разберем. Следующий пример. Я хотел бы говорить, как это все делится с помощью third-party packages. Это все просто. На примере возьмем, например, Repose Profile, который очень хорошо с фласком интервьюируется. у него неплохие доки, по сути, понятно. И мне безумно, например, нравится, что, во-первых, он создает файлы с профайл с статистикой в разных форматах. То есть, он сразу создает, например, опять же, application stats, а не prof, и сразу cache-greend file файл точнее, cache-greend file вы можете уже сразу же брать и запускать с помощью той утилиты key-cache-greend, которую я вам рассказывал дальше. Discard first request true это очень сильно полезно при первом реквесте на веб-серверах там идет инициализация и порой некоторые выполняемые операторы в дальнейшем вам никогда не встретятся. Но если в дальнейшем они встретятся, они, по сути, являются только важным инициализацией, зачем их профилировать. Flushed shutdown это следует ли удалять файлы с профайл-статистикой по окончанию. Pass это я просто обожаю. А тут вы можете указать URL с помощью которого вы можете на вашем сервере пройти и увидеть как раз все эти данные профайл-статистику, которые это middleware собрал. То есть, по сути, реально наживо. онлайн знаю, но на данный момент я вам не могу подсказать. Все это выглядит вот так вот. Да. То есть, по сути, очень сильно похоже на тот самый cprofile.v, но здесь есть дополнительные фильтра, можно дать полные пути либо полные пути даже с файлами к функциям, либо скороченные. То есть, как сейчас оно есть. Показывает, где находится файл, данный, как собранные, с собранными метриками. Ну, и сортирование, лимит, все удобно и просто. Вань, можешь забрать, пожалуйста, edit колоночку, админ колонку злево. Оно маленькое. Да, да, выбачь. Десь все вот так. То есть, опять же, классно, быстро, удобно. А, по поводу middleware, то, что у меня пропал слайд, вы простите, все бы выглядело подобным образом, только, например, здесь как бы application with gi app, было бы там мой profile middleware, и внутрь я бы просто передавал то же самое. Это обычная классика, стандарт, как middleware, почему у меня слово такое накручивается вокруг приложений в голове, но где-то оно так действительно есть. В общем, да, да. Итак, давайте подсуммируем, что мы сегодня посмотрели. Слайд этот я расшарю, поэтому вы всегда сможете потом пройтись по этим ссылочкам, почитать доки, разобраться о тех моментах, которые для вас были непонятны, что-то для себя подчеркнуть, тыкнуть мне носом в скайпе, что Ваня, ты должен был про это слайд, потому что это было круто. Но мы с вами взяли сегодня стандартные байтинские модуля, посмотрели, сипрофайл, с помощью которого мы собираем метрики пистаций, с помощью которого мы их выводим, сортируем, анализируем, сохраняем. Ходспот это аналог сипрофайла. Лайн профайл это такая крутая штука, которую можно пропрофилировать вашу функцию line by line и видеть сколько раз интерпретатор находился на той либо одной строчке. сипрофайл позволяет вам очень легко и просто в вашем веб-браузере отобразить эти метрики, которые собрали в профайле, находятся в статс формате. Япи. Если у вас проблемы с приложением, точнее, если у вас приложение многопоточное, используйте япи для того, чтобы собирать нормальную, адекватную и уверенно это все собирать статистику между этих всех трендов. SnakeViz очень крутая утилита, опять же, аналог c-профайл V, но, не знаю, красивее. PyProv2Cold3 утилита, которая позволяет вам вызывать профилированные опять же, файлы с профайл статистикой с помощью в кэшгринде. Кэшгринд это утилита, которая непонятна, то ли полики, то ли ватвитцы написали. и Repose Profile это такая классовская third-party packages, которая позволяет вам легко с помощью middleware взять вашу аппликацию и собирать по ней статистику. Ну, и об этом я упоминал, что есть очень много разных вариантов, которые вы просто заходите, пусть это будет джанго, заходите на джанго packages, пишите профайл, смотрите, когда был last update, но не мне вас этому учить, явленно вы крутые, guys. И так. Тут я выложу этот проект с этим кодом, с семиэтным проектом, вы сможете зайти посмотреть, там будут requirements, да, source code, там есть где-то, декоратор, есть middleware, есть все, типа, packages, посмотреть, проанализировать, но буквально, guys, через часик, окей. я очень сильно волновался, но я считаю, это классный опыт, выступать перед вами было самоудовольствие. Я тебя витаю с дебютом, насправді, очень классно, очень классно, у нас тут много людей, всем понравилось, единственное, да, очень мало мемов в презентациях, на любителя мемов, я от слайда до слайда все чекал, где же будет подходящий мем, его не было. Я, если бы я знал, я бы где-то наш маленький уголочек бы оставил. Чего не достатню, Ваня, ну, кае с такой кількостью мемов не пройдешь, это надо, надо что-то делать. Ну, ну, да, насправді, очень классно, единственное, скажи, пожалуйста, из всех профайлеров мене цікавляет визуалізатор, с чем ты працювал особисто, бо я так понял, с кольверинтом тебе не складывало. Да, да, мне с ним не сложилось, я очень часто использую c-профайл-в, потому что мне он очень сильно удобен. Он, ну, реализован сервер на ботле, ты просто берешь, пишешь c-профайл-в минус-ф и указываешь путь к файлу статистики, который уже собран, который ты знаешь, что собран. Ты на локал-хосте просто поднимаешь статистики, заходишь, смотришь, сортируешь и все четко видно. Ну, повторяючи мое питание попереднее, то есть, если у меня профайл запущен на рентайме, для того, чтобы оновлить статистику, мне нужно там F5, правильно? Так. Я понял. Уже эру веб-сокетах, надо нажимать F5, я что, блин, а что, все. Ну, все можно сделать своими руками, взять, написать. А расскажи, пожалуйста, про хотспот, да, о чем его сутева резница с профайлом, ну, крыма отфута прикольней, что. Блин, я знаю, что он вроде бы такой, знаешь, более старый, да, сначала был хотспот вместе с профайлом, а потом просто взяли и написали с профайлом, и люди говорят, ну, окей, зачем нам пользуются, да, обычно на партнер, если написано на си, который быстрее. Ты знаешь, кстати, время есть, то есть, когда ты навешиваешь профилирование на увеличивается, но сказать чисто тяжело, ну, скажу на процентов maybe 15-20. Да, но... Солидно, насправде. Да, но... Великое число. Но зачем же мы это все же делаем, мы же его не собираемся на продакшене, да, например, запускать. Это все, эти подобные статистики с профилированием позволяют нам отловить бутылнеки на ранней стадии. Те моменты, которые мы будем ловить проблему уже там в стадже, продакшене, там уже можно использовать совсем другие метрики, да. Я сейчас говорю про тот самый графит, про стадзи, ну, тоже, это совсем другая тема. Чему это... тяжело, оттестился уже. Да, то есть, есть профайлер, нам нужен для дебаггинга, никуда больше. Вылаживать это все настоячно просто, с ученым профайлером? Нет, нет, нет. Вот так. Ну, опять же, сказать, что эта вещь очень крутая и порой показывала, так, расширяло мое мировоззрение, очень даже сильное профилирование. Еще у меня такие питания, а есть ну, типа, профайлер интегрованные, ну, уже для вас нет, я не понимаю, интегрованные с ODAшками, потому что, я памятаю, фича, очень крутая, которую я юзал в пайчарме, это coverage report, который мне генерировал в формате line profile, он тоже наоборот каждой стричке в коде писал, насколько эта стричка кода покрита, ну, типа, или она покрита, или нет, и так далее. Есть такие самые штуки, например, один line profile, который генерует профилирование по стричкам, и если она как-то интеграирована, то есть очевидный курс. например, с тем самым Veeam. Есть дофига всяких плагиней, еще есть интеграции с профайлером. Да, плагины это фига, но если брать конкретно Veeam, это знаешь, когда просто keep it stupid symbol, зачем его нагружать, когда ты привык работать, и вроде бы, знаешь, оно достаточно удобно, чтобы не говорить, что это неудобно. касательно PyCharm, ты знаешь, на тот момент, когда я пользуюсь PyCharm, я никогда не задумался о таком, что такое профилирование, я был из той категории людей, которые, ну окей, зачем мне C-profile, зачем мне PDB, я дебажил с помощью ADA, и был доволен. Кстати, по поводу каверджа, мне, кстати, мне интересно, я даже, может, просто, на самом деле, такого нет, надо, вот, Ну, все-таки, оставишь нозу, ставишь нозу с нозу с нозу и, ну, в PyCharm я такая кнопочка, типа, такие, типа, кусочек с точечком и рамбис кавердж и он, типа, все-таки. Ну, то есть, мой ответ по поводу сталкивался я с идеей, которая уже устроена из профилирования, не, потому что отказался от идеи, ушел в монахи на Виме кодию через два суша и жалуюсь. Точнее, одна миллисекунда задержки мне нормально. Да, со-со-со. Рискую получить помидором по лицу, а что, не емак? Не знаю. Это, наверное, из разряда, что было первое. Да, я... Это самое, это тупо двое, и то, и то, и то, и то, и то, каждый посмотрит. Ну, холивар, давайте драться. Давайте. Ну, я могу сказать, Саша, ответить на вопрос, почему не емакс, потому что он был первым, и пока единственным. Я читал их холивары по поводу этого всего, и смотрел в сторону емакса, но не. Я знаю, бо, типа, игры обучалки на дым, а Игорь обучалок на имакс дыхает. Да, это так. Это просто булыжник в огород. Да, 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 да. Просто Ваня выбрал путь ниндзя, а не пирата. А, да, да, да. Если вы понимаете, о чем я. Если вы понимаете, о чем я, да. А еще может быть какие-то вопросы? Ну, на самом деле, тема очень интересная, тема очень крутая, и это никто не использует, даже в проектах все мы пишем. У нас толчка сверху. Может, у кого-то еще вопросы из зала? Задайте, не соромайте. И что? Глупых вопросов нет. Потом будет все жизнь жалковать, и задавать эти вопросы в видео на YouTube. И не отримаете ответы. Задавайте играть еще сейчас. Ну, еще раз спасибо, Ваня, очень классно, информативно. Все, я выдыхаю. Это минимальный экскурс в польскую мову. Черт. А знаешь, я сделаю хапки, скажу, а я так и хотел. Я хотел, чтобы вы обратили внимание, проверить, внимательно ли вы смотрите слайды. Для таких не трапило. я тебя заметил в Doctrine V, а ты хотел, чтобы я польскую не заметил. Ну, это был второй момент, их было три, но где третье я не скажу. и, ну, попробуй замести стрима дать OpenFile Object и подольше выйти. Ну, теоретично мое выйти. Да, добре. Дипас, мне просто цикало, скажешь, что тебе выйти. Ну, попробуй, надо попробовать. У меня, конечно, опасение, что нет, но надо посмотреть. Ну, теоретично мое спрацювать, потому что оно все працюет через Bright на стриме. Ну, типа, побачим. Ну, все, дякую. Субтитры создавал DimaTorzok